Добрый вечер. Сегодня мы с Максимом Шостцовым, своим товарищем со Ставрополя, хотим обсудить, со Ставропольского края, хотим обсудить протесты, прокатившиеся по стране. На мой взгляд, это очень важная тема, которая имеет очень далеко идущие последствия в случае определенного развития ситуации. Вот возможности, какие могут быть развития у данной ситуации, сценарии, просматриваются здесь, мы сегодня и обсудим. Вот Макс, по всей видимости, подключился уже. Макс подключился. Макс подключился. Как картинка нормальная, Макс, видно меня? Тебя видно очень хорошо. Все отлично. И слышно тоже. Ну, здравствуй, Максим. Здравствуй, Алан. Мы с тобой уже обсуждали эту тему как-то несколько месяцев назад и предполагали с тобой такую гипотезу, вынесли, что будет определенное негативное развитие событий, но мы предполагали, что оно будет немного позже, может в следующем году, а может когда уже трансфер назначен, то есть не сейчас. Но события начали развиваться так, как они начали развиваться. Практически из проходных выборов, ну, что такое Московская областная городская дума, да, ну, это такие проходные выборы для федерального масштаба, да. Это прежде всего очень... Раздойте умудрились такой вот скандал, фактически. Изначально скандал, потом который перерос стихийные митинги, а теперь уже вот такие организованные протесты. Вот выскажу свое мнение по этому поводу, а потом, наверное, я выскажу. Давай сначала сразу определимся. Как бы я предлагаю сегодня, чтобы роль модератора я принял на себя. Как бы мне интересно очень послушать твое мнение по этим митингам, тем более, что ты в этих вопросах более опытен. Вот. Если ты, конечно, не против. Да, я не против абсолютно. Нам по-любому надо с тобой как бы пытаться это варьировать. Но, на мой взгляд, я полностью с тобой согласен в плане того, что выборы были проходны. Вот реально. В городе Москве мы все знаем, бюджеты просто феноменальны. А сегодня при нашем строе все решают деньги. А деньги, опять же, повторюсь, в Москве колоссальны. Поэтому так умудриться на ровном месте создать такой накал народного недовольствия, ну, столичного недовольствия среди горожан, ну, это надо умудриться, конечно. Я не ожидал. Произойдет такие события именно в августе месяце. Ну, я имею в виду летом. Ты же понимаешь, что летом у нас всегда в стране были, как бы, ну, аполитическое время, грубо говоря. Все протестные отношения были, как бы... Студенты на каникулах, руководство в отпусках. Горожане на дачах. Поэтому, ну, это очень серьезный звоночек. Очень серьезный. Я считаю, что... Ну, вот если вчера было даже там по разным оценкам, кто-то говорит 20 тысяч, кто-то говорит 30, кто-то говорит 70, да, ну, возьмем среднюю цифру 1040-1045, да. Это август месяц, это шел дождь, то есть была плохая погода. Это, как бы, очень много для таких условий. И нарастить его, это количество, в два-три раза, например, в сентябре, мне кажется, вообще никого труда не составит. Ну, знаешь, я вот что хочу сказать, чтобы все понимали, все наши друзья, подписчики, в первую очередь я хочу с ними поздороваться, сказать, здравствуйте, наши дорогие друзья. Извините, что мы с Аланом сразу пошли в беседу, не поздоровались. Ну, этот пробел мы сейчас перекрываем. Я хочу сказать одно, что ситуация, конечно, становится очень нездоровой в государстве, очень нездоровой. Мне это не нравится. Хочу заявить сразу, что я не на стороне митингующих или не на стороне, там, грубо говоря, хранителей так называемых. Я смотрю на ситуацию с точки зрения профессионала-государственников, коим я себе считаю. Для меня самое главное, это интересы народа, прежде всего, большинства, грубо говоря, в стране. Ну, и государство, это территориальная целостность. Совершенно верно. Да, да, да. Но это все и входит, это наш интерес. Наш интерес один, чтобы мы жили и процветали, и чтобы у нас не было войны. То есть наши дети, чтобы мы были кормильцы живые, ну, чтобы мы приносили, как бы, домой позитивные новости, там, добрые дела делали какие-то, ну, и не участвовали в каких-то сомнительных мероприятиях. Там, противозакон, или, там, военных действий, еще в чем-то либо. Поэтому я, ну, на вот эти процессы, которые происходят в митинге, я смотрю, как бы, ну, с очень большой осторожностью. И повторюсь, ты правильно сказал, даже если взять 30 тысяч, что вышло вчера на улице Москвы, это очень много. Особенно все же видят, что лидеры вот этих процессов, так называемых, ну, массовых гуляний, грубо говоря, в столице, они являются, ну, чистыми либералами, прозападниками. А ты вообще считаешь, что у этого протеста есть лидеры? Вот, на мой взгляд, у этого протеста лидеров нет, как раз-таки. Это один из тоже таких отличительных, мне кажется, отличительная черта текущих событий. Что-то там нет однозначных лидеров. Навального того же не было. Алан, Алан, я хочу сказать, что оно может и так, что нету явно выраженных лидеров. Но вот этот протест, ну, вот эти выступления пытаются узурпировать, грубо говоря, вот эти люди, у которых есть деньги. И у которых есть сложная команда. Это так называемые господа Навальны, Соболь, Яшин, вот эти товарищи. Они хайпуют на этом, понимаешь? Они именно хайпуют. Вот они там, у них есть какие-то денежные средства, там, смеха есть, грубо говоря. Ну, пиар какой-никакой, понимаешь? Ну, вот они пытаются возглавить этот, грубо говоря, протест. Есть попытки, это видно, блин. Ну, я и называю, это так называемые, там, эти либеральные лидеры. Ройзман, который в ладоши хлопает. Евгений, там, Венедиктов, который настороженно, там, по головке гладит своих, там, столичных друзей. Ну, да, представители Яблоко выступали на митинге. Да, да, Митрохин и Яшин, ну, я говорю, ну, фрики эти, так называемые. За которыми народ не пойдет. Это понятно, и езжут. Но они со страшной силой пытаются, как бы, это все надуть. Я называю это тест. Тестируется. И тестируется это именно под осень, зиму, ну, этого года. Я вижу вот так ситуацию. Идет попытка перетрансформации власти, действительно, властной модели. Ну, да. И я считаю, что... И я считаю, Алан, что вот эти все товарищи, это пешки, блин. Вот эти, ну, повторяюсь, Навальный, там, Яшин, там, Соболь. Не, ну, безусловно, они не субъекты. Они не субъекты. За ними стоит какой-то гениальный ум. Я вот давно наблюдаю за всеми этими движениями, я вижу, что там талантливый какой-то штабист у них есть. Человек, гений злой, так называемый, который просчитывал комбинацию на раз. А комбинация одна, блин. Понимаешь? Сейчас... Ну, хорошо, как на твой взгляд, Макс, вот какие стоят цели? Вот такие возьмем, да, вот такие, ну, в пределе, да, о чем мечтает вот этот злой Демиург? Вот цель какую-нибудь себе поставил, на твой взгляд? Вот я, как бы, у меня есть свое мнение по этому поводу. На твой взгляд, мне интересно. На мой взгляд, ситуация, которую они хотят, чтобы происходила в России, это, ну, грубо говоря, чтобы все их результаты победы 91-го года также и остались. Ну, я имею в виду, чтобы все финансовые потоки у них не забрали, а у них они остались. Ну, а кто у них забирает? Они видят недовольство народа. Они боятся повторения реванша, там, 1917-го года, народовластия. Ну, народ, это абстрактная масса, понимаешь? Он ни на что не способен видеть организацию. Пока, Алан, пока, пока. Ну, вот видишь, вот ты так вот думаешь. А у меня немножко другое мнение на этот счет, понимаешь? У меня такое ощущение, что есть заказ на демонтаж государства. То есть Россия, как государство, как единая территория, должна перестать существовать. Именно, на мой взгляд, именно этим объясняется отсутствие лидеров вот таких. И отсутствие некой повестки дня, отсутствие некого идеологического содержания. Вот все говорят, почему нет лидеров? То есть это же как бы плохо, они появятся. Я говорю, они вообще могут не появиться. Зачем они нужны? Задача просто поднять волну, под которую потом можно демонтировать государство. Просто-напросто. Нету задачи потом что-то строить. Вот если была бы задача, да, что-то строить. Вот когда в 91-м году разваливали Россию, ой, Советский Союз, задачу они же какую ставили перед собой? Вот эти демократы построят некое капиталистическое государство, такую буржуазную Россию. То есть у них был некий проект все равно. Что бы там мы сейчас не говорили, проект был. А сейчас нет проекта. То есть проекта будущего у этих системных либералов, которых ты перечислил, его нет. Соответственно, они работают просто на демонтаж государства. У них нет проекта ни буржуазной России, ни капиталистической какой-нибудь еще что-нибудь. Нету проекта. То есть, соответственно, нет будущего. И я хочу напомнить тебе, как развалился Советский Союз. Появился Горбачев, он создал свою команду, они привели страну к развалу. Это предательство. Вот сейчас ты говоришь, что нету цели, нету задачи управления. Нету задачи что-то строить. Это понятно. У нас задачи нету строить с того момента, как мы вошли в АТО, чтобы ты знал. У нас не строятся новые заводы, грубо говоря, как было раньше. Я про некий проект, понимаешь, государственный. То есть сейчас есть все равно некий государственный пункт, носитель некого государственного проекта, то есть еще Андроповского. Такая некая буржуазно-демократическая Россия. То есть этот проект подходит к концу. И как бы мы стоим опять на очередном пороге, после которого непонятно, что дальше будет. Проект закончится с уходом Путина. Вот. Ключевая фраза. Вот на мой взгляд, команда Путина что сделала? Она с 2001 года или с 2000 года, не помню, зачислила все политическое поле. Все. То есть они под себя зачистили все политическое поле. И все управление стало их, ручное, как называется. И поэтому вопрос-то и стоит, что вот эти все, грубо говоря, вертикали строились под одного человека. Все. Он один лидер. И нет ему замены. Понимаешь? Нас привели к такой альтернативе. Либо он есть, и значит с ним есть Россия, как Володин говорил. Либо нету Путина, и нету России. Понимаешь? Ну да. Это гарантия безопасности. Совершенно верно. И его личной безопасности. Его личной. Не, безопасности системы, соответственно. И безопасности окружения. Потому что как только не будет Путина, не будет Сечина, не будет Иванова и много кого еще. Они-то тоже понимают. Да, да, да. Ковальчуков, Роттенбергов. Но люди устали. Ты понимаешь? Ты же видишь это. Особенно после пенсионной реформы. Опять же, после переназначения Медведева на пост премьера. Все. Люди поняли. Это, грубо говоря, большой. Ну да. То есть народ. Народ после поклонной, когда поверил Путину. И в принципе то, что ты говоришь. Мы не за красных, не за белых. Я тоже свою позицию такую считаю. Я как бы не охранитель. Но с другой стороны, мне абсолютно противны эти люди, которые сейчас пытаются там государство развалить. Мы некая третья составляющая в этой игре. И эта третья составляющая была хорошо выложена, когда была поклонная гора. То есть были эти либералы, которые пытались снести там власть действующую. А потом появилась некая третья сила. Кстати, в оформлении нее мы тоже там какое-то участие приняли свое посильное. По линиям. И вот сейчас они выбили эту третью силу. Вот эта пенсионная реформа, вот эти социальные вещи. Вот эта часть чувствует себя обманутой. Вот я, например, чувствую себя обманутым. То есть мы уже как думали? Сейчас он придет, пересохранится опять Владимир Владимирович, дорогой наш. И он как бы начнет зачистку всего либерального пространства. Будут рывки. Да, рывки там, да, вставания с колен и все прочее. Ну, естественно, как бы оказались обмануты в своих надеждах. И вот сейчас, когда идет вся эта вот, началась вся эта история, да, которая с этими митингами опять, протестами, вот этой третьей силы, мне кажется, уже может не быть. Понимаешь? Вот организовать ее сейчас новую поклонную будет очень сложно. И вот люди, которые устраивали пенсионную реформу, они устраивают застрел на то, чтобы когда они начнут сносить государственную машину, чтобы вот эта третья сила сидела дома и смотрела телевизор, да, вот, грубо говоря, мы с тобой говорили, чума на оба ваших дома. Вот это задача, которую решала эта пенсионная реформа. Ну, на мой взгляд, да. И вот сейчас уже эти события начали разворачиваться. Я думаю, когда они позже будут, там, ближе к 2024 году, ну, вот уже, видать, подгорает что-то. И какое ты видишь дальше развитие событий? На мой взгляд, сейчас это все будет усиливаться. И волна, они сейчас попытаются каким-то образом перехватить повестку. Сейчас КПРФ там назначила свой митинг, еще кто-то. Ну, вот эти все, как бы, наши системные оппозиции, ну, это же, ну, понимаем, да, не то, что кошкины слезы. Это люди, не даже из прошлого, а уже там, из позапрошлого века, да, там, из Юганова, Жириновский. Трики, трики. Ну, это, ну, они максимум соберут каких-нибудь бабушек, дедушек, там, уважаемых старших, как говорится, но которые на исторические процессы никого влияния не имеют, да. То есть молодежь давно, не то, что не с ними, они даже не понимают, чем эта молодежь живет и что с ней делать. Соответственно, они тоже уже сейчас выпадают из игры, из политической, из большой игры. Их можно зачерпнуть. Остаются кто? Остаются вот эти вот сетевые структуры, которые организовывают вот эту вот молодежь, да, перероганизовывают людей, недовольных там по социальным вопросам, по всяким разным. И остается власть. То есть получается, с одной стороны народ, возмущенный массой, с другой стороны власть. Это вот эта идеальная схема, которая вот у Джина Шарпова в этой книжке описана, понимаешь? Когда вот эти революции все надо делать. Для того, чтобы это сделать, говорит, нужно оформить власть против народа. На этой схеме все построено. Когда власть демонизируется, народ постоянно, ну, нарастает масса, естественно, потому что власть же подыгрывает. Они будут больно бить этих протестующих. Потом кого-нибудь убьют, появятся какие-то сакральные жертвы, там еще что-нибудь, понимаешь? И власть будет демонизирована. Международное сообщество поддержит народ. И Владимир Владимирович окажется один на один сам с собой там в Кремле где-нибудь, понимаешь? Народные массы восставшие. А вот эта вот часть, которая его поддерживала, да, вот эта, которая поклонная тогда вышла, она будет сидеть дома и говорить, чумана оба ваших дома. Вы нас предали, а мы будем на вас вздирать со стороны. Вот как-то так, мне кажется, если так по-крупному брать, не выглубляясь в подробности. Ну ты хочешь мое мнение услышать? Ну естественно, это вот мое мнение, а твое мнение как? Я понял. Концептуальное развитие событий. Я считаю, что власти не надо бояться митингов. Ну вышли люди там, ну, 3 тысячи, 10 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, блин. Не этого надо бояться. Бояться надо того, что будет после. А после будет, это саботаж, это будет усталость от всего, это будет делегатимизация, мы с тобой говорили, власти. То есть, ну, его окружение там, ну, не высокое, а среднее того же Путина. Они будут смотреть на народ, они будут понимать, что в следующий этап будет там какие-то, ну, уже тотальные вещи, блин, не мирный там процесс какой-то, а уже вооруженные какие-то бунты будут. А это обязательно будет. Это все будет в одной схеме. Нет. Не то, что это будет, это все часть одного проекта. Для того, чтобы начались вооруженные действия, вот потом запомним мои слова, да, и потом вспомним их. Должно быть 1100-150 на улице. Когда будет 1100-150, для Москвы вот эта цифра считается, да, то есть это уже не раз обсуждалось, и как будет считаться, для Москвы это 100-150 тысяч на улице. Вот тогда внутри нее начнут уже работать совсем другие люди. До тех пор они на улице не выйдут, эти радикалы. Вот тут пишут, что нужно силовое подавление. Оксана пишет, что нужно силовое подавление. Оксана, силовое подавление... Гражданская война. То, что враг и хочет. Вот именно он хочет силового подавления. Вот как только ОМОН начинает что-то там делать больше, чем нужно делать, тогда ОМОН становится врагом уже не в этой либеральной хипстерстве, кстати, условки, а всего народа. А против народа переть в нашей стране чреватым. Да, так что ты, Макс, говорил? Я хочу сказать, что вот этот протест московский, я смотрю в мониторе соцсети, поддерживает, допустим, тот же город Архангельск. Те же активисты ШИЭСа, вот этих, ну, ты сам знаешь, мусорных свалок. Их поддерживают красноярцы, опять же, вот этих протестующих. Поддерживают те, которые видят, как тайга горит. Понимаешь, тут получается так, что хочешь не хочешь, а в это недовольствие столичное втягивается вся Россия. И вот это действительно становится... Сегодня нельзя назвать, что протест был московский. Вот я там где-то 7 городов насчитал, где одновременно были митинги в поддержку московских протестов. Причем там не в поддержку, там, выборов Мосгордуму, а назывались митинги в поддержку московского протеста. Понимаешь? Без других лозунгов, без лидеров. Просто люди пришли и поддерживают. То есть, грубо говоря, что мы с вами, мы тоже недовольны. Алан, я понимаю, тебя что-то хочешь сказать. Да, протест сначала начинался с того, что вот эти какие-то, блин, подписи посчитали, что недействительные у этих, блин, у Соболи, ну, у команды Навального. И при этом, как бы, посчитали люди, что и у Ядросов, блин, подписи, ну, херовенько собранные, ну, некачественные, понимаешь? И за счет этого вышли. Это был, как бы, ну, застрельный этап. Ну, а потом же какой этап пошел следующий? Вот на вчерашних выступлениях. Они уже в открытую говорят «Путин вор». Ты понимаешь, о чем идет у нас разговор? Так, понятно, что все митинги не про выборы в Гордуму. Эти выборы про государственные устройства. Да, да, повод. Потому что, ну, абсолютно никому не интересно Мосгордума, которая решает что-то там по распилу московских бюджетов и, наверное, важна для какой-то там части московского общества очень небольшое. Всем остальным гражданам России абсолютно все равно на Мосгордуму. Так же, как на Владикавказскую городскую думу, где вот сейчас выборы тоже будут проходить летом. Абсолютно никому не интересно, кроме людей, которые участвуют в этом процессе. Это все понятно. Я с тобой в одном согласен, что это все звенья одной цепи. И наша страна, как и сто лет назад, окружена враждебными государствами, которые испокон веков хотели оторвать себе куски, захватить ресурсы, поработить народ, блин. Это понятное дело. Вот ты сейчас правильный параллель провел. Ты провел параллель. Вот многие сейчас сравнивают эти протесты типа с концом 80-х. А мне считают, что это некорректное сравнение. Сравнивать нужно именно со столетней давностью, понимаешь? Вот это более корректное будет. Ну а почему? Это все в одной параллели идет. Ты понимаешь, в 17-м году у нас так же развалилось все. Именно вот из-за таких негодяев, которые сейчас, либеральных, выходят на улицы и говорят, надо вернуть Крым, украденную Украину, грубо говоря. Нам надо там убраться из Сирии, блин. Надо там, ну, не буду уже перечислять вот эти все антинародные лозунги. Понимаешь? И именно в 17-м году у нас посыпалась же Российская империя. Так же, как и в 91-м году. Парад суверенитетов, так называемых. Но мы сейчас подошли к тому рубежу, когда уже рассыпаться нечего будет. Это что получается? Дальнейший демонтаж, он так и называется, дальнейший демонтаж Советского Союза. Ну, не дай уже России. Сибирь уйдет влево. Ну, я думаю, что это не только Россия будет. И Украина какая-нибудь развалится, и еще кто-нибудь развалится. Потому что маленькими государствами проще управлять. Ну, проект здесь, проект понятен. Уничтожат всех, Алан. Что ты говоришь? Я говорю, уничтожат всех. С нами не будут уже щепетильничать. Это будет похлеще Второй мировой войны. Это понятно. Это нам с тобой понятно. Там простым людям, может, непонятно, но мы и должны объяснять. Будет намного хуже. Это исламисты, о которых помнишь, мы с тобой говорили. Хотя бы много хуже будет, знаешь, когда это, я вот тоже, ну, такой маленький пример. У меня один такой товарищ, знакомый был. Он был начальником уголовного розыска в советское время, у нас в Владикавказе, в Осетии. И вот он говорит, ты знаешь, Алан, тогда, говорит, на руках, вот, ну, незаконных, у бандитов было на руках два пистолета Макарова. И мы знали, у кого они лежат. У каждого, знаешь, что есть там. Мы знали, что в городе есть два пистолета, и знали, у какого бандита, где, грубо говоря, он лежит этот пистолет. Но сейчас, говорит, такое, говорит, огромное количество на руках оружия, там, и всего остального, что, ну, ни сказки сказать, ни пером описать, на Кавказе. То есть любые вот такие вот вещи, они приводят сразу же к очень серьезным штукам, особенно у нас на Кавказе. Может, где-нибудь там во Владимирской области, или где-нибудь в Костромской, это все пройдет мимо. То на Кавказе будут литься реки Крови, где мы с тобой живем. Поэтому нам надо вдвойне, а то и втройне, переживать о целостности территориальной российского государства. Я правильно понимаю? Ты правильно понимаешь. А это она, это задача жизни и смерти. Это действительно, это ж не шутки. Как только начнется сыпаться, а я вам вспоминал, у меня брата убили в 92-м году как раз в Осетии, вот это Осетийно-Ингушский конфликт. Двоюродного брата расстреляли там, ну, недалеке, в лесочке, 17 полю в нем нашли, потом привезли. Как бы, ну, я был на похоронах, видел его в закрытом гробе. Это ж всегда человеческие жертвы. А в первую очередь будут страдать мирные жители. В первую очередь. А это, опять же, я говорю, ну, не в интересах нашего народа. Мы и так, мы хотим жить нормально. Мы хотим жить достойно в нашей большой стране. Но почему нельзя навести порядок элементарно? Люди же не выходили на митинги при Сталине. Ну, не было такого. Люди, ну, сейчас тебе сейчас скажут, понимаешь, там, тоталитаризм, там, еще что-то. Дело даже не в этом. А вот ты правильно говоришь, этот порядок навести. А как, ну, а как ты себе это представляешь? Кто это будет делать? То есть, то руководство... Вот мне тоже говорят, там, Путин, Сталин. Я говорю, вы понимаете, Владимиру Владимировичу уже вот без малого 70 лет. Там, через год или через два ему будет 70 лет. Резкие движения в этом возрасте люди уже не делают, к сожалению, наверное. Может, к счастью, да. Это возраст такой уже подведения итогов жизни, там, играть с внуками, может, уже кому-то и с правнуками, там. Вот это вот такое вот, да. А делать такие резкие движения, которые Сталин делал в свои 40 лет, там, или Ленин делал, там, в 30 с небольшим лет, или в 40 лет уже, да. Мне кажется, это уже нереально. То есть, говорят, там, про индустриализацию, еще что-то, еще. И такие же уставшие у него друзья. То есть, все такое же окружение, сытое, там, на яхтах. Сытые. Да. Даже не сытые уже, а зажранные, понимаешь. Мы с тобой тоже не голодные, но это вот такие вот зажранные даже, понимаешь. То есть, люди живут в некой своей параллельной реальности. У меня есть один товарищ, который, ну, очень такой состоятельный человек, ну, как бы, из низов вошедший туда, да, в эти шурупы большие. Мы часто с ним вот общаемся по этому поводу. Недавно с ним разговаривал. Говорю, слушай, а вот, как бы, ты же общаешься с этими всеми олигархами, чиновниками, там, шишками из госструктур разных, да, в погонах. Я говорю, они что, не понимают, что происходит? Он говорит, Алан, они живут в своей реальности. Вот ты не понимаешь. Они живут в своей реальности. Вот в их реальности они за завтрак, там, платят в ресторане, там, 15-20 тысяч. И, как бы, считают, что это нормально. Как бы, это другая реальность. Реальность, говорит, в которой у тебя свои самолеты, реальность у тебя, там, в которой свои яхты и все остальное. Это другая реальность. И они вообще понятия не имеют о том, что, вот, творится в стране. Вот есть некие ресурсы, они, которые, как бы, качают, продают, получают на этом деньги, да, на этом дешевте сидят и все. А все остальное, это, как бы, говорит не про них. Вот, понимаешь, я вспоминаю, вот эти все предреволюционные годы, понимаешь, все разговоры, ешь ананасов, рябчиков, жуй, день твой последний приходит, буржуй. Ты понимаешь, вот, даже вот, вот, стихи же там писал Маяковский, да, там, 14-го года, 13-го, 12-го. Вот, вот, читаешь, да, вот, какое-то там наследие культурное, литературу в основном и поэзию того времени, и вот, как будто про наше время читаешь. То есть, абсолютная элита, оторванная от реальности, и вот народ, который предоставлен сам себе. Ну, а ты мне скажи, выход ситуации, на твой взгляд, какой? Я-то знаю, какой выход. Ну, на мой взгляд, как бы, выхода существовало всегда два. Понимаешь, либо руководитель страны начинает, делает опору на народ, и начинает то, что называют, там, зачисткой этой элиты. Не обязательно кого-то убивать, не надо никого убивать. Их можно просто отправить к ним на виллы, где они там живут, там, в Британии, в Европе, просто их отсюда, от страны отправить, сделав опору на народ. Вот, чего от него и ждали после выборов, что вот народ дал ему такую поддержку феноменальную, и считали, что вот он, да, то есть, благодаря этой поддержке он обопрется народ и как-то, вот, проведет ротацию элит. Да, то есть, что сделал Грозный, что сделал, там, Сталин, что сделал Петр, то есть, ротацию элит произведет. А второй вариант, это вот все придет к распылу, и потом будет эта посткатастрофическая сборка, то, что сделали большевики. Большевики пришли в 17 октябре, а с февраля до лета 17-го года государства уже не было. То есть, либералы, эти народники, этот вся этот винегрет, солянка, которые, между прочим, сейчас вот и ходят по всем этим митингам, она развалила государство, она заставила Николая отречься, и фактически страны уже не было. Ни страны, ни армии, бардак, хаос. И в этот хаос уже и приехали большевики. И они совершили эту посткатастрофическую сборку, то есть, они пересобирали государство уже по другим принципам. То есть, два варианта этих всего есть. То есть, либо лидеры-то делают, революция сверху, либо революция снизу. Они доведут до этого. А при том, что... А у нас большевики есть, Алан? Извне, а? А у нас большевики есть сейчас, которые подхватят? Это вопрос вообще риторический, понимаешь? Это Россия. Вот я их не вижу, честно тебе сказать. Но с другой стороны, опять же, читая исторические тексты того времени, там в 16-м году Ленина, того же и всех этих большевиков, знала очень узкая группа людей, профессионально занимающихся... 2000 человек. Ну да, то есть, их как-то знали, они там подпольно как-то эту иску распространяли, там что-то там, знаешь... Их не были такими публичными, известными личностями. И тогда в 16-м году кому-нибудь скажи, что какие-то там большевики и Ленин возьмут власть, они просто рассмеялись. То есть, это тогда даже смешно звучало. Даже в 17-м году, вот в начале года, они не участвовали в этой революции, да, февральской. А потом все поменялось. То есть, все, когда развалилось, им пришлось собирать, у них хватило воли, там, политического ума, гения Ленина, что бы там правильно ни говорили, это гениальный политик был, именно практический политик, да. То есть, он... Вчера было рано, завтра было поздно, и все это собрать, там, за несколько лет создать армию, там. Ну, это, конечно, удивительные вещи. И всегда хотелось, чтобы был не этот сценарий. Я больше всего в жизни, вот когда этим профессионально стал заниматься, я больше всего боялся этого сценария. И всегда надеялся, что вот, да, есть глава государства, но он же умный, он же понимает, он же все-таки офицер госбезопасности, хорошее образование имеет. Есть какие-то советники, понимают, к чему это приводит в России. Ну, каждый... Вот сейчас это все происходит, я же понимаю, что вот те митинги, которые происходят в Москве, организовывают сотрудники администрации президента. Их не организовываешь ты, не организовывай я, их не организовывают какие-то ЦРУшники коварные, понимаешь, или сотрудники МИШ из Великобритании. Их организовывают сотрудники администрации президента в Москве. Я тебе просто вот руку на течение даю, что это они делают. Совместно с тобой... Я полностью с тобой согласен. Ну, а это больше никто не может делать. Соответственно, они начинают играть игру против лидера, то есть в надежде получить свой гешефт. Это очень похоже на Украину. Ведь весь эти майданные движухи организовал глава администрации президента Янукович Левочкин, его самое приближенное, доверенное лицо. Я вот с нашими политэмигрантами обсуждаю, когда ситуацию там вот с Дмитриевым, с Долговым, я говорю, ну вот, видите? Они говорят, ну вот, мы, говорит, уверены, что рядом уже есть Левочкин. Надо, говорит, нам его вычислить. Кто это, говорит, уже? Кто уже, говорит, первый, говорит, кто придет от Борзини? То есть Левочкин, наверное, открывал вот это избиение студентов там и все прочее. Хотя он, будучи главой страны, это же стратегия американская, стратегия управляемого хаоса, блин. Я понимаю, стратегия-то есть, она стратегия, но вопрос заключается, хватит ли качества у тебя элиты вашей местной, то есть нашей, противостоять этой стратегии? Эта стратегия не абсолютно в своем применении. Ее же никто не применяет на территории США или Великобритании. Алан, они на жесткой сборке с друг с другом, ты как не понимаешь? Твой президент Беталов и мой Владимиров, они встроены в жесткую вертикаль. Они не самостоятельны. Все губернаторы не самостоятельны, и все элиты не самостоятельны. Я понимаю, ну вот ты понимаешь, что значит не самостоятельны? Всегда у тебя есть люфт возможностей. Вот есть люфт. Я с местной нашей элитой всегда говорю. Вот вы зарабатываете очень большие деньги, просто колоссальные для нашего региона. Ну там не будем говорить, каким путем они зарабатывают, но они зарабатывают очень большие деньги. Понимаешь? Они эти деньги могут вкладывать в инфраструктуру куда-то, в какой-то свой народ, кого-то учить, кого-то там какие-то казачьи подразделения создавать, то есть готовиться к подобным перегрузкам. А на все, что хватает ума, собирать эти деньги, переводить их в иностранную валюту, вывозить в Грузию, через Грузию в офшоры. Все, чем занимается наша местная элита. Никто не занимается подготовкой населения к подобным перегрузкам. И так в каждом регионе, я больше чем уверен. Единственный регион, где готовятся по-настоящему к подобным перегрузкам, это вот Чечня. Радзан Ахмадович прекрасно понимает, что это такое. Он это вот насмотрелся, нахлебался, и вот он теперь готовит свой народ к подобным разным вариантам развития событий. То есть такой мобилизационный образ существования общества. Все, больше никто этим не занимается. Все живут на каком-то расслабоне, не понимая, что происходит. Вот мое мнение. А ты говоришь, нельзя, можно, желания нет. Деньги у них для этого есть, человеческий ресурс есть. У вас большое казачество в регионе, очень большое, казаков много. Я тебя умоляю, Аллан, не смеши меня. Я занимался казаками, я занимался профессионально с 2011 года. Люди, которые меня смотрят, знают. Я их пытался объединить через группу, которую я возглавлял от Москвы, грубо говоря. Это все... Не хочу обижать людей, не хочу обижать казачество в целом, но это не серьезно вам. Это реально не серьезно. То есть ты считаешь, что это все настолько рыхлое уже, что невозможно даже никого обвинять? Да, да, да. Это я ответственно заявляю. Когда попытка была... Это печально. Это очень печально. То есть нету центра притяжения, опять же говорю. Нету его. Вот центр притяжения Путина, от которого все уже устали. Уже действительно люди устали, люди не верят. Они не хотят жить. Да не устали ни от Путина. Это тоже некорректно. Устали ни от Путина. Вот мне говорят, когда в чем самая большая проблема. Вот я тоже общался с одним людьми. Я говорю, вот концептуально, хотя я вам скажу, в чем главная проблема. Главная проблема в том, что людей забрали надежду. Он говорит, ну что он говорит за надежды, какие-то там ваши философские умствования. Я говорю, вы же читали Данте, уважаемый товарищ генерал. Читали вы, говорю? Ну, читали там божественную комедию. Что на вратах ада написано? Оставь надежду всяк сюда входящий. Правильно? Правильно. То есть чем ад отличается от нашего мира? Одной вещью. То есть там надежда потеряна, понимаешь? Там нет надежды. Это есть ад. Место, где нет надежды. Я говорю, вот вы превратили в философском смысле, в концептуальном нашу страну, в страну, в которых у людей нет надежды. Вот пенсионная реформа у людей надежду забрала на будущее. На какую-то старость, на какую-то заботу государства. Она забрала надежду у студентов, потому что нет социальных лифтов. Она забрала надежду у других людей, которые не могут самореализоваться в жизни. Надежду забрали. То есть американская мечта, American Dream, она дает надежду. То есть там работай, что-то, что-то. Вот ты можешь там из звездов подняться и стать, не знаю, звездой шоу-бизнеса, бизнеса, чего угодно. То есть есть шанс. Тут шанса нет. Понимаешь, ты не родился уже изначально внутри какого-то клана, какой-то семьи или еще где-то. Вот надежду забрали. И что? Как ее вернуть? А как ты ее вернешь? Ты ее никак уже не вернешь. А как ты ее вернешь? Вернешь. Очень легко ее вернешь. Каким образом, Аллан? Понимаешь? Опять же, возвращаемся к двум вариантам, да? Как ты говоришь. Возвращение надежды. Либо зачистка идет, либо изнизу пойдет уже другая. Зачистка это средство. Это все равно средство. Как ты надежду вернешь? Это все равно средство, перехват и управление. Но это, конечно, люди путают цели средства. Но ты зачищаешь под что? Ну, подсчеты. Люди зачищают, ну, допустим, блин, вот как бы я сделал бы. Прежде всего, нам надо четко понимать, куда мы идем, да? Правильно я говорю? Конечно. Куда мы идем с тобой? Цель, образ будущего. Образа будущего нет. Ее нету. Нету цели, значит, нету надежды. Стоим на месте, топчемся, да? Другая говоря. Естественно. Чтобы пойти к цели, надо, прежде всего, избавиться от абуза, да? Или от тех людей, которых попутчики не годятся. Чтобы пойти к цели, нужно сначала цель сформулировать. Понимаешь? И понять, как она будет. Какая она цель? Какая она цель? У нас было светлое коммунистическое будущее. Общество без угнетения и все дальше по списку. То есть, оно было объяснено там. Китайцы идут к своему светлому будущему. Подожди. А Путин тоже обозначил цель великую. Какую? Великая Россия от Лиссабона до Владивостока. Великая Россия от Лиссабона до Владивостока. Ты знаешь, чей лозунг? Генерала Франку и Черного Интернационала. Я не знаю про Франку. Первый раз про Великую Европу. Первый раз про Великую Европу. От Лиссабона до Владивостока заявил генерал Франку. В 1933 или 1934 году, если мне память не изменяет. Понятно. Ну, вот смотри. Цель же была заявлена. Великая Объединенная Европа вместе с Россией. Вот когда Горбачев скинул, говорят, ГДР. У нас была цель. А вот этот проект-то свернули уже. Свернули, конечно. Теперь какая у нас цель? Ну, какая у нас цель теперь? Вот на твой взгляд какая цель? Ты вот всегда мне задаешь, Макс, а что там с твоей сетевой партией? У тебя какая цель? Я тебе как бы объяснял. Теперь я у тебя спрашиваю, какая цель, на твой взгляд, для развития России? Какая цель может быть и общество? Глобально уже в таком смысле. Глобально нам нужно собирать государство. А если уже совсем глобально брать, нам нужен общий проект для всего человечества. То есть человечество станет единым, если оно будет работать в каком-то общем проекте. Единственный общий проект, который может объединиться у человечества, только выход в дальний космос, я не знаю. Вот Ефремов что описывал в своей книге, этих фантастических. А все остальное приводит к мировому войне и к самоуничтожению. Все остальное приводит к войне и к самоуничтожению. Только общий глобальный проект, который объединит человечество. А может за нашими спинами, оставляя нас неведение, и происходит вот этот глобальный проект? Я не вижу его. Если бы он происходил, понимаешь, мы бы видели не раз человечество, ювенальную юстицию и прочие мерзости. Мы бы видели другие вещи, понимаешь? Мы бы видели не фильмы, которые были бы в топе про фэнтези, про летающих драконов, а мы бы видели фантастические произведения, которые заставляют детей думать о космосе и о всем остальном. Кстати, бум фантастики, единственная страна, в которой бум фантастики, это Китай на сегодняшний день. А нас пересадили на фэнтези, на всю эту магию, вот эти все остальные штуки. То есть по косвенным признакам видно, что вот это глобальное руководство, но не хочет таких вот штук. Потому что им тяжело будет удержать руководство в таком глобальном человечестве. А им задача удержать власть любой ценой. Сократив население, чипизация, максимальный контроль с помощью современных технологий и все. И контроль над ресурсами. А в этой схеме большая у государства, такой как Россия, территория, она плохо контролируема. Его нужно расколоть на 15 частей, потому что каждого удельного князя будет проще держать за причинное место. Опять же, нужно вырвать при этом ядерные зубы, которые нам достались благодаря товарищу Берии и товарищу Сталину. Почему нас до сих пор не уничтожили? Потому что благодаря Берии у нас есть ядерный щит. Ну и Сталина, соответственно, тоже. Вот эта задача, мне кажется, у них такая глобальная. Расколоть страну. А ладно, мы опять с тобой упираемся, слышишь? Мы опять с тобой упираемся, что кроме Путина и его команды защитить Россию некому, да? Вот так исходя из твоих слов, блин. Ну почему? Я-то не согласен с этим. Защищают страну, не Путин, защищают народ, понимаешь? А элита организовывает эту оборону, естественно. Направляющую роль партии никто не отменяет. Но на сегодняшний день элита же делает противные, обратные вещи. Уничтожается образование, уничтожается система здравоохранения, уничтожается вообще человек как таковой. Это же обратный процесс. Не развитие личности, которое... Алан, Алан, а ты не думаешь, что именно поэтому люди и начинают выходить на улицу? Именно поэтому я с тобой с тобой, я тебе об этом и говорю. Они выходят не потому, что Мосгордума как-то очень важна. Они выходят потому, что у них надежду забрали на будущее. А самое страшное, это что такое? Зверь загнал в угол. Алан, ну получается у нас так, что, как я уже говорил, что вот эти протесты пытаются возглавить вот эти все либеральные так называемые крысы, блин. Они пытаются, но они как пена на воде. Ты пойми, они думают. Вот понимаешь, мне тоже вчера я тоже имел по поводу этого, этому интервью. Они говорят, ну это же типа процесс управляемый. Я говорю, процесс управляемый, но он очень легко переходит в неуправляемый в какой-то момент. То есть для того, чтобы управлять такими сложными процессами, нужны люди с харизмой, я не знаю, там, Троцкого, Гитлера, кого угодно, которые могли выйти к десятитысячной толпе без микрофона, с ней общаться и как-то ее манипулировать. Я говорю, Яшин больше похож на традиционную сексуальную ориентацию, он не способен на это. Ни Навальный там, ни все остальные. Они на это не способны. Соответственно, у них нет такой задачи. И они это уже тоже понимают. Ты как-то видел на этом митинге, не они были звездами этого мероприятия. Их нет, этих звезд пока еще. Либо они где-то сидят в стене и потом вылезут на сцену историческую. А либо это просто будут такие, как ты видишь, возмущенные массы. А кто оседлает этот протест? Какая сейчас может быть еще маргинальная партия или какая-то секта, я не знаю. Сталин же тоже называл большевиков сектой меченосцев. Кто его знает? Но то, что объективные процессы идут, да, вот это именно того, что забрали надежду, это да. И вот поэтому поклоны не будет. Мне сейчас говорят тоже многие мои товарищи, да ладно, ерундаш, в 2012 году мы же этот процесс повернули там с помощью поклона. Я говорю, хорошо, но те, которые были тогда на поклон, они сейчас чувствуют себя обманутыми. Ты их как тогда будешь палками сгонять? Но если человек не хочет отдавать свою энергию уже, так он туда не пойдет. Кого ты меня палкой погонишь, не знаю, тебя, Макс, палкой погонишь. Не погонят нас. Вот в этом и есть тупик, понимаешь? Вот поэтому я считаю, что ситуация очень тяжелая будет. Это не тупик. Вот знаешь, что я хочу у тебя спросить опять же? Но мы с тобой понимаем, что вот эти протесты будут нарастать. Будут попытки захватить этот протест, оседлать. Как нам, на твой взгляд, не допустить оседлания протестов негодяями реальными, которые действительно направлены на раскол Российской Федерации? Как этого не допустить? Скажи мне, пожалуйста. Молча. Молча. Как не допустить с технологической точки зрения? Ну да, процесс, социальный процесс какой. Самим возглавляет этот процесс. Самим его оседлать. Кому самим? Тебе, мне. Тебе, мне. Кто нас наделял такие полномочиями? Ну что значит, что у нас в своем регионе каждый из... Что значит наделял? Ты такую странную фразу мне сейчас сказал. Что значит наделял полномочиями, Макс? Ну а как, ну ты вышел, то... Подожди, а ты Навального наделял полномочиями какими-то? А кого ты наделял? Ну подожди. А может эту Соболь-то наделял полномочиями? Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Чтоб ты понимал, Навальный акционер крупной компании, блин, российских. Это значит, что у него... Ну хорошо, Ладно, Навальный некорректный пример. Окей. Соболь вот этот вот сейчас, который вокруг, который сейчас носится, как курсы с яйцом. Кто-то наделял полномочиями? Хорошо там. Льва Давидовича Троцкого там. Владимира Ильича Олейдина. Их кто наделял полномочиями? Они сами себя ими надели. Алан. Люди им верили, блин. У них были деньги. Ну так вот тебе должны поверить. А как? Вот опять деньги. Вот опять деньги, понимаешь, Макс? Алан. Ну а что так? Ты хотя бы до этого не скатывайся, Макс. Ну какие деньги? Ну какие деньги, Макс? Когда ты выходишь в кривущей толпе, в несколько тысяч человек, вооруженные, как выходил тот же Троцкий или Ленин. Какие деньги? Ну какие деньги? Там стоят матросы, там стоят солдаты. Понимаешь? Очень простые люди, необразованные. Алан, послушай, ты в каком мире живешь, мой дорогой? Информационный мир это. Ну а как? Ну как ты сделаешь это? Нет, я тебе... Послушай, ты говоришь, кто наделял. Мы сейчас провели исторические параллели. Я тебе поэтому в пример этих привел. Ты говоришь, деньги все решают. Понимаешь? Это вечный аргумент гвардейцев. Алан. Алан, да послушай ты меня. Ты можешь понять? Вот то, что было сто лет назад, это было сто лет назад. Сейчас все намного проще, быстрее делается. Намного быстрее. И сама организация при нормальных, грубо говоря, основаниях, это все быстро откорется. Тебе кто дал полномочия для организации твоей сетевой партии? Вот тебе кто полномочия давал? Ты у кого их просил? Вот, правильно ты говоришь? А я ее не создаю как сам, как лидер этой партии. То есть я придумал, грубо говоря, и я под себя ее строю для того, чтобы там что-то делать. Понимаешь? Для славы или еще для чего-то. Я тебе письмо присылал. Я людям таким, как ты, присылал. И я всем вам говорю, блин, мы на равных условиях. Это не моя партия. Мне на тебе не нужно. Потому что ты, Макс, очень умный человек. И понимаешь преимущества сетевых структур перед вертикально интегрированными. Правильно ты делаешь? Конечно. И ответственность я не беру на собой себя, чтобы не все хоть ошибаться. А выход, когда в час икс, вот эта сетевая партия окажется такая уже довольно расширенная. Понимаешь? И когда будет большой круг людей. И когда получится перехватить информационную повестку. Да, да. Ты правильно понимаешь? Я делаю страховочный поезд для всех нас. Для наших детей, блин. Они для себя любимы. И поэтому, я тебе говорю, финансирование является основным на таком же этапе, как и информация, смеха, реклама. Понимаешь, о чем я говорю? Да я понимаю. Вот то, что мы с этим с тобой разговариваем. Ты говоришь, надо выйти там на броневик и голосом своим зарабатывать авторитет. Так не получится. Да это броневик был у Ленина. Сейчас бы у Ленина был Инстаграм, понимаешь? Он был бы самый популярный блогер в политическом Инстаграме. Я тебя уверяю. Да. Да. А мы что с тобой делаем? Ресурсы совсем не были. То есть, ну, другая информационная это была, составляющая общества. Алан, да мы делаем с тобой то же самое сейчас. Вот наши, вот этой беседы. Ты говоришь, какой выход? А выход только в самоорганизации. Никакого другого выхода нету. Понимаешь? Как говорит, знаешь, когда мемы в интернете ходят, наши не придут. Ребята, наши уже не придут. Надо наши ждать. Они не придут. Их нету. Да. Вот только из-за этого я тебе и говорю. Мы вот в очень важную стадию сейчас проходим, которая проходила, вот дальше, когда я тебе говорю, литературу читаешь, эту 100-летнюю датусть, предреволюционную. Вот там чувствуется, как вот этот излом и разочарование в царе, да? Вот оно как сквозило. Люди же верили в царя, как, ну, специально там, как в наместника Бога на земле, как в отца родного там. Ну, вот такое же. Была такая вера именно, религиозная в царя. И вот это ощущение предательства, которое началось там с русско-японской войны, но потом оно-то развивалось там. События эти все революционные, расстрелы там и прочее. То есть это разочарование постепенное. Ну, да, да, вот это разочарование шло, шло, шло. Потом это Первая мировая война, все это мясорубка бессмысленная абсолютно. То есть разочарование нарастало. И когда люди разочаровались, то есть потеряли эту надежду, вот тогда и началось все. Я с тобой полностью согласен, Иван. То есть разочарование идет. Полностью согласен, что надежду убрали. Болото, я называю это состояние болотом. Когда вылетают какие-то газы, но в целом это все, это тростник в воде, который источат какой-то, ну, нехороший запах. Полностью с тобой согласен. Ну, опять же, к чему мы с тобой приходим, брат? Приходим к чему? К самоорганизации. Ну, давай, скажи мне анализ. Опять же, смотри, трезвая оценка обстановки. Вот у нас довольно трезвые. Мы понимаем разные варианты развития событий. Мы понимаем, что с каждым шагом, с каждым разом позитивно вот этого, знаешь, что там царь придет, сам решит, его становится все меньше. Потому что предатели, они сами в окружении этого царя и находятся. И они уже и придумали, когда они его сдадут на самом деле. Да. Соответственно, нам надо думать самим своей головой, самим простым гражданам. Потому что в случае негативного развития событий, мы с тобой, не знаю, как ты, а я так точно окажусь на линии фронта здесь, да? У нас Грузия, с одной стороны, там, вражеское государство. С другой стороны, там, на Кавказе начнутся всякие местные. Аллан, мне от моего города до тебя ровно два часа езды. Два часа. Я понимаю, что если вы первые рухнете, следующие будем мы уже на очереди. Понимаешь? Поэтому не надо говорить, там, я поеду первую на линию, там, или там еще. Нет, я не поеду, я живу на Дея. Я говорю, я уже живу на Дея. Мне уезжать некуда. Нет, я про себя говорю. Ты так говоришь, я не знаю, как ты, но я-то там буду, блин. Понимаешь? А я тебе объясняю, что тут, если вспыхнет, тут не будет таких людей, которые будут сидеть по разным местам и ждать, когда поодиночке там приедут бородатые товарищи из Сирии, ну, товарищи в кавычках, и будут сначала осетинам головы и лобзиком отпиливать, а потом русских на Саврополе уши отрезать им живым. Понимаешь? Ну, скажи мне, пожалуйста, что ты ожидаешь от осени, Аллан? От осени я ожидаю дальнейшего нагнетания этих событий. Я дожидаю, что польется кровь, кого-то должны убить, может быть, даже ни одного человека. Ну, с ограничения, ты же понимаешь, по схеме обязательно нужна. Но это все начнется, когда они уже выведут на улицу 1100. Это раз. Во-вторых, вот эти люди, которые это все организовывают, наши западные партнеры, так скажем, они уже должны сейчас силовыми структурами, я думаю, даже не на уровне руководства, а на уровне каких-то генерал-майоров и полковников, вести переговоры некие. Они уже, скорее всего, идут. То есть выход идет на них, чтобы они начали... Они, в принципе, уже подыгрывают. Судя по тому, как ОМОН разгонял... Украинский вариант. ОМОН. Украинский вариант. А он везде одинаковый. Схема одинаковая. То есть нужно отключить силовые структуры. А отключить как? Сделать так, чтобы они работали где надо слишком жестко, а где надо вообще ничего не делали. То есть вот так вот вели себя очень странным образом. А потом в демократов вообще превратились и все. То есть отключить силовые структуры. А потом уже можно брать, соответственно, руководство. А ладно. А ты не рассматриваешь такой момент, что у нас будет попытка создания фашистского государства? Не рассматривал такое? Это тоже вариант. У нас, думаю, есть несколько сценарий. А вот это то, что ты говоришь, это один из сценариев. Естественно. Но опять же, смотришь, вот это фашистское государство. Вот почему в России тяжело создать националистический проект? Его бы давно создали. Потому что у нас слишком много нерусской национальности товарищей проживает на территории. Ну даже не будем. Астин мало там, еще кого-то. Ну вот, например, в центре России находятся Татарстан и Башкирия. То есть любой такой ультра-русский националистический проект, он должен всех сделать русскими. То есть не будет никаких татар, башкир, осетин, чеченцев, ингушей, все станут русскими. Да, ну национальный проект. Но это реки крови. И кто даст их сейчас лить, то это все равно гражданская война. То есть как ты вот сейчас татаров при их росте национального самосознания сделаешь русскими? Ну только как-то истребив какую-то часть, другую запугав, третью там еще что-то сделать. Кто это будет делать именно руками? Это же тоже, понимаешь? Ну а второй вопрос, это я уже понял твой ответ, как бы он понятный. Скажи мне, пожалуйста, а почему Путин не отлучит Кириенко с АПХ? Ну видно, что проваливаются все его там, вот эти начинания, блин. Почему вы так недооцениваете Владиленовича нашего дорогого, понимаете? Я, я, я. Он очень серьезный, очень умный человек. Мы же, понимаешь, когда ты говоришь про проваливаться, я тебе следующий вопрос задам. А ты знаешь цели, которые он перед собой ставит? Нет. Ну так а почему ты говоришь, что он проваливается? Ну когда мне говорили, что чекисты проморгали Советский Союз, да, КГБ? Я говорю, а почему вы считаете, что у них задача была сохранить Советского Союза? Их задача была демонтаж Советского Союза, это был Павел Андропов. То есть мы постоянно думаем с точки зрения, что они хотят сохранить государство. А с точки зрения его развала, они все делают на 5 баллов. Согласен. Понимаешь, мы же еще не знаем, кто является тем самым Левочкиным. Я тебе еще раз говорю, администрация президента это? Кто это там из этих гениальных товарищей, методологов там или кого-то сидит? Давай вспоминать, учитель Кириенко это Щедровицкий. Щедровицкий это человек, который разваливал Советский Союз, то есть как философ, понимаешь? Они создавали эти институты в позднем СССР для развала государства. Отец этого сейчас Щедровицкого, Щедровицкий, методологию которой создал учения. И вот Кириенко считает себя учеником этого Щедровицкого, тоже методолог. Это все эти методологи. Сейчас вот вся администрация президента напихана, напичкана этими методологами разными. И Щедровицкий там, сын уже Щедровицкого, главный гуру является всего этого процесса. Ну, как философ, окормляет это. А в их понимании, как ты говоришь, Европа. А Европа это Россия без Урала. То есть, если уже говорить об этом проекте, да, там, то от Лиссабона до Урала, а от Урала дальше, это уже Китай. То есть, насколько они уже поделили. Там же контакты близкие идут между Китаем, Европейским Союзом, особенно Германией. Ангела Меркель туда-сюда, там, Шелковый Путин идет через Германию в Китай. И если они договорятся, черные интернационалы Китай, разделе России, то они распилят в две руки, понимаешь. До Урала Европа, за Уралом Азия, соответственно. Все. Раскол по хребту. А люди куда? Это тоже один из проектов. А что люди? Какая-то часть не переживет, а какая-то часть вот дальше будет жить. А что при развале Союза случилось, не помню. Но то же самое и будет. Один в один. И инвестиционный нужен в территории, чтобы работал. На Кавказе будет жесткая зачистка. Это точно. Потому что в этих раскладах они считают, что цивилизационный шов проходит по району Ставропольского края. Цивилизационный шов, вот я называл Белковский. И Кавказ должен отходить под протекторат Турции, как он был когда-то, например, в Средние века. Со всеми вытекающими последствиями. Наших турецких союзников, как нам сейчас принято их называть. Поэтому Турция активировалась в Аджарии, в Закавказе, везде Турция, везде наступает. Да, кстати, смотря они как сильно пошли по Аджарии, блин, в Турции. И опять же начинают говорить, что Крым мы не признаем за Россию. Ну, интересные союзники, конечно. Они восстанавливают Османскую империю. Он же это много раз говорил. Мы восстанавливаем Османскую империю. Османская империя, это значит Закавказе, Северный Кавказ, Крым, там и развитие территории. Можно на картах посмотреть. Для того, чтобы изучать политику, сначала изучить географию. То есть открыть карты и просто в голове иметь картину всей Евразии, как оно в истории развивалось, как эти империи, какие они территории занимали. И вот опять они пытаются все это слепить. И те, которые хотят европейский проект, азиатская часть им не нужна. Им нужна вот европейская до Урала, минус Кавказ, естественно. И они как бы, да, вот такой европейский проект. Но в этом проекте нам места нет. А таким, как в администрации президента, этой московской богемии или питерской элите, о нем, конечно, есть место, они не почувствуют. И даже, может, что-то приобретут от этого. Понимаешь, тут же вопрос, а то так вот будет. Это мне напоминает 1137 год, блин. Рязанская губерия, это как она? Рязанское княжество и все. Рязанское княжество, удельное княжество, удельное княжество, да. А в принципе, на то, что Россия развалилась в 1917 году. Ты посмотри на карту, на которой развалилась Россия. Сибирские эти всякие там дела, кавказские, казачьи там и все прочее. Это ж такой и был развал, распил. Просто большевики потом это собрали. Тяжелым, кровавым усилием гражданской войной. Вот если сейчас какие-то большевики не найдутся, которые это могут собрать, то оно все так развалится. Либо последняя надежда на царя, понимаешь? Он там решит эти все реформы делать, но чем дальше, тем... Ну ладно, я с тобой согласен. Понимаешь, глум, натуральный глум. Ездит на мотоцикле с этими байкерами. В стране такой бардак происходит, байкеры какие-то, понимаешь? И там по всем каналам рассказывают, что эти байкеры должны стать примером для всей молодежи. Понимаешь, мужики не в каких-то кожаных штанах, плохо причесанные, многие, наверное, даже давно не мытые, понимаешь? Они должны стать примером для всей молодежи. Чего? Они что, интеллектуальные элиты? Они что-то изобретают? Они где-то там, не знаю, производственные какие-то успехи делают. В чем они должны стать примером? Вот понимаешь, даже вот на таких вот мелочах это заметно бывает. В тот момент, когда в стране происходят такие процессы. Мне такое ощущение, что он убегает от проблемы, а его окружение просто говорит ему то, что он хочет слышать. Все. Они живут в своей реальности. Это еще раз говорю, понимаешь? Как один человек мне умный сказал. Ты говоришь, знаешь, когда канал «Россия-24» смотрю, я, говорит, понимаю, вот я, конечно, знаю. Этот канал создан для того, чтобы его смотрел один человек в стране. Вот для него он работает. Он для него создает повестку дня. Для него он работает. Потому что у нас главного государства смотрит только «Россия-24». Понимаешь? И весь канал, это вот, если хотите узнать, что знает про страну Владимира Владимировича, смотрите «Россия-24». И будете знать. То есть там в этом мире не существует ни телеграммов, ни инстаграммов, ни каких-то интернетов. Это какая-то там страшная вещь интернет. Понимаешь? Какой-то там в страны компьютеры включать. Мало кто понимает. Ты помнишь, когда этот прокурор в клубу рассматривал монитор компьютеров? Ну, это уровень понимания. А ты мне скажи, как ты думаешь, а Медведев лазит по сети, это Дмитрий Анатольевич? Я, ну, Медведев, он, конечно, лазит. Дмитрий Анатольевич там лазит, по крайней мере, позиционирует себя. А дядя Вова нет? Нет. Они же понимают, что это другая эстетика. Вот даже вот эта старая школа, для них дурной тон телефонами пользоваться. Вот они считают, что как бы круто не иметь даже своего телефона. Не то, что какие-то смартфоны, телефона. Типа есть охранник, который ходит с твоим телефоном, там тебе звонят, поговорил и отдал. Это типа круто. Ничего там крутого, я не понимаю. А вот такие смартфоны, это вообще ниже своего достоинства. В смысле, что это такое? У меня вот, видишь, бриллиантовый, в Эрту есть, с бриллиантовыми кнопками золотой. Значит, какие смартфоны, ты что? Это вот там для вас каких-то непонятно. Они вот, они остались, в 20 веке еще живут. Это вот, знаешь, когда видно хорошо на картинах. Вот помнишь, когда картина есть, вот эта была, советского периода, когда матрос-железняк зашел вот на помещение, где сидело временное правительство. Помнишь, они такие в кожаных куртках, такие поджары, там с винтовками, да, вот такие уже угловатые лица у них, такие рабочие-крестьянские, да, такие кулаки, и там сидят такие, они все грузные, толстые, в этих бобровых воротниках. Бобровые, типичные. Да, это вот там встретился 20 век и 19 в одном помещении. Что художник хотел показать? Что пришли люди нового времени, а в помещении сидят еще люди старого времени. Вот сейчас то же самое, сидят люди старого времени, у них телефоны с вертушкой, понимаешь, там еще что-то такое. Какие телеграммы? У меня друг, короче, один есть, Миша Засеев, и вот он по информационной безопасности специалист, в общем, на одной конференции был, где был Бортников. И говорит, тоже там, единственный вопрос, который Бортников, говорит, им задал, там, говорит, большой зал, там, в Питере, все было, конференция, говорит, как нам отрубить интернет? Ну, типа, пацаны, а в чем проблема? Давайте рубильник выключим, чтобы этого интернета проклятого не было, понимаешь, непонятного. Те ему говорят, вы, говорит, понимаете, у вас Яндекс не будет работать, соответственно, не будут работать все навигаторы, и ни одно такси в Москве никуда не приедет. У вас не будут работать госуслуги, потому что, говорит, 70% серверов госуслуг находятся за границей, знаешь, информация там, то, 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 то есть у вас экономика рухнет, все, у вас халапс будет в стране. А, да, понимаешь? То есть для них, ну, как, они живут в другой реальности. Это тоже проблема очень большая. Алан, ну ты мне скажи, вот это новое поколение приходит в лице матроса Железняка именно в нашу страну. Как ты думаешь? Мы приходим в новое. Это вопрос веры, понимаешь, даже не веры. Это вера, как говорил Маркс, в дух истории. Вот я верю в этот дух истории. Вот Россия на каждом таком историческом этапе, вот каким-то образом находились какие-то странные люди, как-то это все процессы поворачивали. Вот вроде уже все там. Тут появился Пожарский с каким-то мининым, бах-бах-бах, поляков выгнали и собрали какое-то государство, понимаешь, уже с порти развалившегося. Какой-то там Петр Первый родился, да, там, не первый сын в семье, там, и тут как-то вот дух истории играет на нашей стороне. Вот всегда. Вот тоже в 17-м году, ну, наглядный примерно. Жарис Кит, это большевики непонятные. Откуда этот Сталин взялся, понимаешь? То ли сын Сапожника, то ли непонятно кого. А в окантовке обыграл всю европейскую элиту, понимаешь, которая в Итонах училась и в Кембриджах. А он вот такой вот рабочий крестьянский сын. Или, например, Георгий Косович Жуков. Крестьянский сын и громил всех этих потомственных фельдмаршалов. Ну, вот откуда это берется? Только на это есть упование. Больше ни на что. Но опять же, безвыходность ситуации, понимаешь? Вот опять же, лично твой выбор, мой выбор, еще каких-то моих, ну, наших знакомых, выборы всех индивидуально перед каждым встанет. То есть сдаться, все, как бы лег и умирай. Либо как-то вот бороться, сопротивляться. Я предпочитаю сопротивляться, понимаешь? По крайней мере, есть шанс попасть в Альхалу тогда. Я тоже. С оружием в руках на поле брания. А так, да. Вот в этом и есть выход. И все. И надежда, естественно, как бы вот верить в победу. Я как-то все равно думаю, что все будет очень хорошо. Просто вот будет очень тяжелый какой-то этап. Но просто, понимаешь, его можно было бы как-то минимизировать, да? Малой кровью обойтись. А можно как-то большой. Но в любом случае будет победа. Ну, Алан, я хочу обратиться к нашим всем друзьям, к твоим подписчикам, к моим подписчикам. Просто к добрым людям, уважающих себя, свою родину. Но вы поняли, о чем мы говорим с Аланом? Выход у нас один. Объединяться, самоорганизовываться. Другого пути нет, ребят. И это надо делать грамотно, четко и соблюдение всех законов. Не будет законов, погрязнем в крови. Будем грызть лодки друг к другу. Не надо вестись на уловки провокаторов, дешевых всяких разных, которые за долю малую, как Алан говорит, за гешеф, мать родную, правда, тут не надо вестись на это. Надо сначала посидеть, обдумать, выйти на меня, на Алану, на других наших друзей. И, ребята, находите в себе силы. Находите силы трезво смотреть на окружающий мир, на какие-то процессы, которые происходят у нас в стране. Надо объединяться. Макс, у меня к тебе большая просьба. Этот телефон перед глазами же лежит. Ты можешь на вопросы как-то почитать? Что нам там задают? Блин, Алан, ну, я попытаюсь, конечно. А то мы тут просто с тобой же не вдвоем сидим, понимаешь? У нас же тут еще есть вопросы. Вот я смотрю, что-то тут много, но... Зачистка им нужна для массовой эвакуации в свою реальность. Ну, вот Алексей говорит, зачистка нужна для массовой эвакуации в свою реальность. Зачистка – это такое понятие, понимаешь? В этих вопросах зачищают под что и кто будут эти зачистчики, понимаешь? Эти чекисты где у нас без страха и упрека, с горячим сердцем, чистыми руками и холодным разумом? На сегодняшний момент я их не вижу. Они мечтают о Великом Туране. Но они мечтают о Великом Туране. Как сказать? Либо о Великом Туране, либо Османской империи. Там какая идентичность у них первичная будет? Религиозная или национальная? Туркистские? То есть это был паттуркистский проект или все-таки халифатистский проект? В Турции не все так понятно. Они там на развилке. Да, по-моему, весь мир на развилке. Производство. Не надо высмеивать консервативные традиции. А никто их не высмеивает. Мы, наоборот, их поддерживаем. И считаем, что это единственная опора есть. Если уж о большевиках говорить приходится, то без марксизма их не было бы как движение. Точно так же, естественно, не было бы без марксизма как движение. Никто марксизм не отрицает. Марксистская диалектика – это очень прогрессивная вещь. Я сам очень уважаю Маркса. Диалектику как науку о мышлении. На какой платформе будем самоорганизовываться? Альберт, я для начала предлагаю просто спортом заняться. Как-то себя в физическую форму хорошую приводить, потому что она еще пригодится. Ну, я почитаю же здесь. У тебя там еще какие-то вопросы есть? Тут просто не все показывают у меня. Собственность обязательно. Вот Александр пишет. Собственность обязательно. Никакого дальнего космоса для всего человечества не будет. Для всего не будет, Александр. Речь идет как о проекте. Мы же в космос полетели не все. В космос полетел только один Гагарин. А работали-то на это все. И все как бы хотели. И он полетел от нас всех. Весь народ работал. И потом все дружно радовались, что он полетел и назад вернулся. Никто не знает, что такое коммунизм. Как он думает про коммунизм в терминах буржуинов, потребителей. Коммунизм – это раскрепощение и пробуждение высших творческих начал в каждом человеке. То есть это о человеке вообще. Это не экономически. Там же Марс даже сам писал в этих своих философско-экономических рукописях, что он думал, как преобразовать человека. И уже думая об этом, он понял, что в существующей экономической модели это невозможно сделать. Он стал как бы представлять, а какое должно быть экономическое, какое должно быть общество, какие-то должны быть социальные вещи, чтобы этого человека создать. Но в первую очередь, конечно, человек. Кому не всегда ставил вопрос о социальном человеке. Ну, он и был философом, он же был теоретик. Без Ленина никого Маркса бы не было. Без Ленина Маркс просто был бы один из немецких великих философов, которых там есть очень много. Но Ленин сделал это сказку былью. По крайней мере, попробовал. Так. Люди верят. Вот, Макс, пишут, что тебе люди верят. Носите седло. Еле пал американский посол, умыл руки и домой чемоданы собрал. Вы с таким ресурсом будете конкурировать. Там возглавлять некого. Ну, вы понимаете, Галина Лысенко, с таким настроением можно просто пойти и повеситься. Чего-то там мучиться зря. Если заранее уже апректировать на поражение. Да. Да. В какой смысл? Я удивляюсь всегда таким людям. Александр вот пишет. Бред, простите, бред. Сетевая партия без серьезной образовательной деятельности. Бред, миф. Ну, Александр, абсолютно я с вами согласен. Образовательная деятельность необходима. Сетевая партия это способ сборки. То есть, как бы собрать людей. Вот мы сейчас общаемся, это уже есть сетевая партия. А самообразование необходимо. То есть, вот вы что-то порекомендуете. Я вот вас читаю, Александр. Вот Александр есть у меня, Добровольский в друзьях. Я постоянно вот его читаю, очень умные вещи пишут. Всем рекомендую, между прочим. Образование в первую очередь. Но только самообразование, естественно. Так. Самоорганизация, бред. Неужели вы так... Не бывает самоорганизации без предварительной подготовки людей к единомыслию? Раеву, Александр. Этим надо тоже вот заниматься. Ну вот вы и помогаете. Давайте все это вместе делать. Никто же не говорит, что... Максим же не говорит, что вот он завтра хочет от нашего имени баллотироваться в депутаты сельсовета какого-нибудь. Он же тоже за то. Правильно, Максим? Я правильно понимаю? Что ты говоришь по поводу самоорганизации? Вот Александр... Александр просто очень умный человек, насколько вот я его читаю в Фейсбуке. Тоже Фейсбук мой друг. Он очень много там пишет грамотных вещей часто. И по политике, и по психологии. Ну как? Алан, ну вернемся опять к Ленину и Сталину. Они же самоорганизовали, самоорганизовали. Знаете, у них получилось, получилось. Значит, что это все... Нет, он просто говорит, что первичная идея. Они же, говорит, организовывались вокруг некой идеи. То есть был капитал Марса, да, это марксистская философия. Они вокруг этого создавали марксистские кружки. И из этого выросла партия. Александр, мы верили, что простой... Да-да-да, слушайте. Идея справедливость всегда была. И идея всегда была справедливость. И у коммунистов, тех же, у большевиков. В 18-м году была идея справедливость. Все. Не должно быть буржуев с четырьмя поместьями. И не должно, чтобы человек голодовал рабочий. Но это несправедливо. Это так же, как и сегодня. Не должно быть. Ненормально, когда у одного человека 15 миллиардов долларов личного дохода. Ну, не должно такого быть. Не должно, чтобы учителя получали по 20 тысяч рублей в месяц, блин. При этом платили за коммуналку там по 7-8 тысяч. Не должно быть этого. Это несправедливо. Марксистская, говорит, диалектика – путь в никуда. Вот хотелось бы, мне кажется, с Александром подискутировать по этому поводу. Это, говорит, простите. Ты потом не подискутируешь. Да. Если он умный человек, он как раз и ждет твоего выхода на дискуссию. Но марксистская, она же... Ладно. Ладно. Об этом можно говорить сутками. Вопрос в другом, я же говорю. Простой крестьянин не знал, что такое. Кто такой Марс и Энгельс. Я же там читал книжки про гражданскую войну, блин, и воспоминания очевидцев, грубо говоря. Они там читали, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это острова в Тихом океане, грубо говоря, блин. Маркс и Энгельс. Им до лампочки было. Большевики их не этим взяли, там, не чтением капитала вечерами под лучины. Они взяли идею справедливости, конечно. Они идею справедливости взяли. Все. Они говорили о социальной справедливости, да. Все очень просто. Не надо ничего... Вы думали, вот там... И был у меня друг Миша Кобзарев. Вот он любитель был. Надо читать Карла Маркса, блин, от корки до корки. Каждый день, там, по сто страниц, блин. Там, платформа, чтобы была, чтобы там умный был, чтобы там... Ну, бред, ахинея. У меня времени не хватает, там, прочитать, там, другие книжки какие-то, которые мне нужны. А тут я должен посвящать этому... Ну, понятно, человек, там, учился этой политикой экономии, там, преподавателем был. Но каждый сверчок должен знать свой шесток. Мы, каждый из нас, приходя в этот мир земной, у нас у каждого свое предназначение. Кто-то заточен выпиливать какие-то предметы, ну, быть токарем. Кто-то сварщик, кто-то политик, кто-то, там, безопасник, кто-то космонавт. У каждого свое предназначение. И не может быть одного подхода, равного ко всем слоям. Ну, так не бывает. Это, ну, просто невероятно. Каждому свое, в общем. Слушай, ну, Макс, может, тут час-пятнадцать с тобой в эфире, мне кажется, имеет смысл закруглась. Все, ладно. Да, не будем надоедать нашим людям повторяться там уже по второму-третьему разу. Я рад, что у нас прошел с тобой стрим этот. Ну, вот заключение. Ну, это заключение просто хочется сказать, что и себе, как бы, тем, кто нас слушает, тем, кто нас будет слушать, что эти все процессы не закончатся этими митингами, что все это будет идти по нарастающей, что эти удары по системе будут идти все сильнее и сильнее. И каждый удар все тяжелее и тяжелее будет, как бы, усваиваться системой. Ну, потому что вообще технология-то так построена сама по себе, да, это оранжевая. Ну, и вообще, как бы, разные процессы наложились друг на друга. А в том числе, как мы уже сегодня с Максимом обсудили, самое главное, что наше общество потеряло надежду на лучшее. И, соответственно, вставать грудью на пулеметы за дорогое руководство, оно особо не собирается. И в этом тоже очень большая проблема. Но довело до этого, естественно, наше руководство, как мы тут особо не виноваты. И поэтому все это будет идти очень так нелегко и тяжело, я думаю. И я думаю, что осенью начнутся основные процессы. Маркером таким будет большой переход этих всяких популярных людей, блогеров, журналистов уже на сторону этого протеста. Потом, как только там начнутся появляться чиновники, следующий маркер – это будет сакральная жертва. Как только вы увидите, что появилась сакральная жертва, пролилась кровь, то все, фактически уже все остальное пойдет по накатанной. Как этого не допустить? Мы это сегодня тоже обсуждали. Но, честно говоря, я особо не верю, что эти рецепты, единственные, которые существуют в данное время, то есть повернуть, сделать более справедливое общество и все остальное, что они будут востребованы. Естественно, никто этим пользоваться не будет, а поэтому все будет развиваться по очень такому тяжелому сценарию. Поэтому, ребята, готовьтесь к нелегким временам. Не хотим никого пугать. Сам вот тренируюсь, бегаю, занимаюсь спортом в свои 40 лет. Ничего страшного. Вот Макс тоже уже в хорошей форме физической ходит. Всем того же и желаю. Спасибо. Да. Спасибо всем. А вам до свидания, мой дорогой. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok